Уважаемые коллеги, добрый вечер. Только что мною подписаны указы о формировании нового состава правительства. Я вас с этим поздравляю. Вы прошли через процедуру утверждения Государственной Думы в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Я хочу обратить внимание на то, что в ходе этих дискуссий с парламентом, с членами Государственной Думы наверняка не просто обсуждались кандидатуры, наверняка говорили о состоянии отраслей, о том, что и как с точки зрения депутатов Госдумы нужно сделать для того, чтобы реализовать все имеющиеся у нас планы. Я вас прошу отнестись к этому серьёзно и из того, что мы наметили, и из того, как мы наметили это делать, учесть в практической работе и предложении депутатов Госдумы. Впереди у нас много задач. Важно для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития нашей страны действовать совместно в едином строю, что называется, выражаясь военным языком, вместе с депутатами Госдумы и вместе с регионами Российской Федерации. Кстати говоря, вы знаете, правительство обновилось, у нас новых появилось шесть министров, из них четверо пришли из регионов Российской Федерации. Это люди, хорошо нам известные, с хорошим опытом, некоторые из них и с опытом работы в федеральном правительстве ранее, теперь поработав на территории, они приобрели ещё больше опыта, знаний, чувства вот этой территории, где они работали, и территории вообще. И очень рассчитываю на то, что они применяют все свои лучшие навыки, все свои наработки в регионах Российской Федерации для того, чтобы решать задачи, стоящие перед ними на уровне федерального правительства с максимальным эффектом. В то же время рассчитываю на то, что и руководство правительства, и все коллеги на параллельных треках работы окажут им необходимую помощь для того, чтобы они действовали успешно. У нас много задач, и мы с вами отработали практически всё, что мы должны сделать в ближайшие три года, но не только. Мы договаривались также о том, что мы будем выстраивать нашу работу на шестилетку, и прошу об этом тоже не забывать. В короткие сроки нужно принять необходимые кадровые решения на уровне министерств и ведомств, с тем, чтобы команда была полностью сформирована и уверена, и эффективно работала бы. По представлению председателя правительства Российской Федерации, мной подписан также сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства, отработали достойно. Думаю, что это правильное решение. Хочу вас поблагодарить за эту работу и поздравить с государственными наградами. Ну и завтра намерен также встретиться с коллегами, которые покинули свои посты в правительстве Российской Федерации. Хочу их тоже поблагодарить за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить все свои знания и навыки на новых участках для того, чтобы их знания и опыт не были утрачены, они могли бы эффективно работать на благо российского народа и государства российского. Вот то, что хотел бы сказать. Собственно говоря, времени немного у вас не займу. Если есть необходимости желания, что добавить, прошу вас. Да, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, ну, в первую очередь, Владимир Владимирович, хочу вас поблагодарить за поддержку. Все кандидатуры вице-премьеров и министров, которые мы с вами обсуждали, были одобрены, сегодня уже финал был, парламентариями. И впервые, в соответствии с Конституцией, прошли, как вы сказали, все соответствующие процедуры. И здесь хочу сказать, что эта процедура повышает уровень взаимодействия между исполнительными и законодательными властями. Такую делает открытость, когда мы видим, в том числе, от парламентариев ту обратную связь от людей, о которой вы всегда говорите. Состав правительства, Владимир Владимирович, вы знаете, в целом сохранился, был укреплен за счет губернаторского корпуса. И это тоже очень важно. Это позволит нам обеспечить, с одной стороны, преемственность тех государственных программ, национальных проектов, которыми мы занимались. С другой стороны, та обратная связь, которую здесь принесут коллеги из региона, очень важна. Основная задача для нашего правительства – это выполнение, в первую очередь, указа по национальным целям, нового указа и, конечно, всех задач, которые вы поставили в послании перед Федеральным собранием. Владимир Владимирович, правительство Российской Федерации – это ваша команда, и мы готовы приступить к решению всех поставленных задач. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, в ближайшее время нам предстоит определить финансовое обеспечение наших планов, механизмов поддержки российских семей. Граждан, бизнеса, в общем, вы все понимаете, о чём я говорю. Мы работали с вами над этим на протяжении почти всего предыдущего года, как минимум 6-8 месяцев, может, года. В целом всё понятно, но, тем не менее, если есть необходимость что-то донастроить с точки зрения определения источников финансирования, надо это сделать как можно быстрее. Всем желаю всего самого доброго и поздравляю вас с началом работы в новом составе правительства. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Спасибо.